Всем привет! Это видео создано специально для новичков, которые не умеют, но хотят научиться паять. В общем, если ваши знания близятся к нулю и вы не умеете даже лудить провод, то добро пожаловать! Сегодня мы разберем все основные операции, связанные с пайкой, а также уделим внимание особенно часто необходимым операциям, таким как пайка светодиодных лент, плат и многое другое. Начать стоит с главного инструмента – паяльника. На выбор представлено огромное множество разнообразных паяльников, начиная от совсем дешевых советских паяльников и заканчивая дорогущими паяльными станциями. Не стоит сразу покупать что-то дорогое, для начала приобретите недорогой советский паяльник, и вам его будет достаточно для большинства бытовых работ. Мне в принципе вообще не важно чем паять, но все паяльники могу разделить на три категории. Это советские паяльники с медными жалами, китайские паяльники со сменными необгораемыми жалами и паяльные станции. Советский паяльник с медным жалом, пожалуй, лучший вариант для новичка. Его неоспоримое преимущество – это цена, также им довольно удобно работать. Жалу без проблем можно придать необходимую форму при помощи напильника, но жало довольно быстро выгорает и деформируется, поэтому придется довольно часто поправлять его напильником. Само собой паяльник не имеет никакой регулировки температуры и может перегреваться, что ускоряет износ жала. Следующая категория – это паяльники с необгораемыми сменными жалами. Стоят уже в пару-тройку раз дороже, но имеют те же недостатки. Но есть преимущества – их жалок долговечный и есть возможность смены жалок для разных типов работ. Нет необходимости поправлять жалок напильником, а если все-таки поправите, то жалок придет в негодность. Никогда так не делайте. Паяльные станции стоят в разы дороже предыдущих вариантов. Важным их преимуществом является поддержка заданной температуры на жале. Это может быть полезно для пайки чувствительных элементов, а также уменьшает выгорание флюса при пайке от высоких температур. Остальные преимущества довольно косвенные. Быстрый нагрев, большое количество сменных жал, визуальный контроль температуры, наличие фена значительно расширяет возможности станции. В общем, если вы довольно серьезно увлеклись радиотехникой, то можно задуматься о покупке паяльной станции. Следующий этап – это расходные материалы, такие как припой и флюсы. Их существует огромное множество, но самыми основными являются припой POST-61 и канифоль. Это, можно сказать, классика, и начинать нужно именно с них. Также стоит добавить паяльную кислоту для пайки того, чего не сможет вспаять канифоль. Например, разнообразные разъемы, такие как тюльпаны, крокодилы и прочее. Еще одним важным и очень удобным приспособлением будет губка для очистки жала паяльника. Стоит она сущие копейки, но в разы повысит удобство работы. Позволит без труда очищать жало паяльника, а также легко его лудить. Перед использованием губку необходимо смочить водой. Она впитает в себя воду и раздуется. Теперь она готова к работе. Время перейти к практике. В первую очередь необходимо залудить жало паяльника. Без этого качественной и комфортной пайки у вас не получится. Казалось бы, такой простой процесс на самом деле вызывает трудности у новичков. В первую очередь разогреваем паяльник до рабочей температуры. Окунаем жало в канифоль и далее берем капельку припоя на жало. Теперь растираем эту каплю по жалу. Довольно удобно использовать до этого паяльную губку, но можно также и об какую-нибудь деревяшку. Рабочая поверхность жала становится блестящей и паяльник готов к работе. Для качественной пайки спаиваем компоненты, необходимо также залудить. Начнем с самого часто используемого случая, это провод. Для начала зачищаем провод от изоляции, делается это при помощи небольших бокорезов. Здесь есть шанс повредить жилки провода, так что придется несколько раз потренироваться, чтобы получился хороший результат. Есть специальные приспособления для зачистки проводов. С их помощью провода зачищаются идеально и быстро. Но покупка таких устройств обоснована только в том случае, если вы зачищаете большое количество проводов, а не 2-4 для разовой работы. Далее скручиваем провода, чтобы жилки не торчали по сторонам. Берем капельку припоя на кончик жала паяльника и окунаем провод жалу в канифоль. Припой равномерно распределяется по кончику провода. С первого раза возможно и не получится, но после некоторой практики провода будут лудиться очень быстро и легко. Продолжение следует... При пайке печальной платы медные токоповродящие дорожки также необходимо залудить. Я покажу вам пример просто на куске фольгированного стеклотекстолита. Вариантов уже нет два. Первый это взять каплю припоя на жала, окунуть его в канифоль и потихоньку размазывать припой по плате. Второй вариант это нанести флюс, например раствор канифоли, спирту на плату и далее растирать капельку припоя по ней. Довольно сложно лудить разнообразные разъемы, такие как тюльпаны. Джеки и прочее. Припой к ним просто-напросто не липнет. Но эта проблема легко решается. Необходимо кисточкой нанести немного паяльной кислоты на место, которое необходимо залудить. И далее приложить жало паяльника с каплей припоя. И разъем очень легко залудится и далее будет прекрасно паяться. С лужением разобрались. Переходим к пайке. Начнем с элементарной пайки двух проводов. Первый вариант это два залуженных провода. Их достаточно прижать друг к другу и поднести с жало с капелькой припоя. Второй вариант это не залуженные провода. Зачищаем провода, скручиваем их между собой. Берем каплю припоя на жало, окунаем его в канифоль и прогреваем паяльнику.